Обличение в звучании сектантов по Кальневу, кассета вторая, о почитании святых мощей. Блаженный Иероним, опровергая заблуждение литвика Вигиленции, отрицавшего почитание святых мощей, пишет Преститеру Репарию. Несчастный он человек и достоин из слез во всех отношениях. Мы не почитаем тварь и боли Творца, благословенного вовеки. Но мы не даем честь останкам мучеников, чтобы этим самым почтить того, чьи мученики. Неужели в самом деле нечисты останки Петра и Павла? Неужели и тело Господа, положенное во гробе, было нечисто? Если кости мертвых оскорняет прикасающихся к ним, так каким образом мертвый Елисей воскресил мертвого? И тело, превираемое по Вигиленции, как нечистое, дало жизнь. Четвертое царств, 13, 21. Творение Святых Отцов, Блаженный Иероним, книга 4, часть 4, письмо 89, стр. 59. Святой Геннадий Масалейский пишет, «Верим, что телеса святых и останки блаженных мучеников должно почитать, как члены Христовы. А кто мыслит иначе, того почитаем не христианином, но еретиками, евномием и вигилянцием». Святой Иоанн Дамаскин учит, «Что Бог вселяется через умы в тела святых?» Свидетельствует апостол. «Или не знаете, что тела вашей суть храм, живущего у вас святого Духа?» 1 Кориньсом 6, 19. «Как же не почитать одушевленные храмы, одушевленные жилищами Божии?» «Владыка Христа избавлял на мочи святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают мира благовонные». Исход 17, 6. «Через мочи святых изгоняются демоны, отражаются болезни, врачиются немощные, прозирают слепые, очищаются прокаженные, прекращаются искушения и скорби, и всякое благое деяние от Отца Светов нисходит на тех, которые просят с несомненной верою». Яков 1, 17. Седьмой Северинский Собор, чтобы навсегда укрепить почитание святых мощей, существовавшие в Церкви Христовой от первых веков ее существования, постановил «Чтить их так же, как Святые Евангелия, Святой Крест и Святые Иконы», под угрозой низложения иссана епископов и пресвитеров и отлучения от Церкви мирян, отвергающих почитание святых мощей. В разу Церкви Христовой, как раньше в первые века христианства, так и теперь особенно нападает на почитание христианами святых мощей. Они хорошо понимают, что великие, всенародно совершаемые через них Богом чудеса, каковых нет теперь ни в одном отступившем от православия сектантском обществе, лучше всего и самым наглядным образом перед целым миром свидетельствует о том, что благодать Божия и ныне, видимо, проявляет себя в Церкви Православной, всех ясно убеждая, что только в ней истина, только в ней и спасение. Будем же, скажем, словами святого Иоанна Азотауста, постоянно приходить к ним, к угодникам Божиим, прикасаться к гробницам их и с верой обнимать их останки, дабы получить от них некоторые благословения. Творение Иоанна Азотауста «Можем, поистине можем, приходящий сюда с верой может получить великие блага, ибо не только тела, но и самые гробницы святых исполнили духовной благодати. Если с Елисеем случилось, что мертвый, прикоснувшись к гробнице, его расторкул из смерти и снова возвратился к жизни, то гораздо более-менее при обильнейшей благодати и большем действии духа, прикасающийся к этой гробнице, с верой может получить от нее великую силу. Бог для того и оставил нам мочи святых, чтобы расположить нас к подобной же ревности и дать нам надежное прибежище и утешение в бедствиях, постоянно постигающих нас. Посему, обездающих вас находить, находится ли кто в унынии, или в болезнях, или в скорбях, или в каком-либо другом житейском несчастье, или в глубине грехов, пусть с верой приходит сюда. И он избавится от всего этого и возвратится с великой радостью, получив облегчение целовести от одного даже взгляда на сие мощи. Творение святого Иоанна Златоуста Похвальное слово священному ученику Игнатию Тон 1, страница 344 О молительном почитании и призывании Пресвятой Богородице и пресно Девы Марии Все Дева во чреве приимет и родит сына и нарекут имя Ему Аммануил, что значит «С нами Бог» Матфея 1, 21, Исаия 7, 14 Отныне будут ублажать Меня все роды, что сотворил Мне величие сильный и свято имя Его Лука 1, 46, 50 Святая Церковь Христова чтит Пресвятую Богородицу выше всех святых, выше бесплотных сил небесных, почитает и величает ее, как чистейший херувинов и славнейший без сравнения серафимов, родивший нам Бога Человека Христа, воплотившегося от нее, и Духа Святого Спасителя мира, и исповедая ее пресноделую в Рождестве и по Рождестве девство сохранившую, ублажает ее, как Матерь Господа, и умоляет ее о помощи и заступничестве перед престолом ее сына за весь грешный мир. А в преследовании Бога Матери и ее преимущественном величии предсказано было еще ветхозаветними пророками, движенными Духом Святым, 2 Петра 1, 21. Так святой пророк Исаия за много веков предсказал, что Спаситель мира родится не от жены, а от непорочной девы. На каковое пророчество об этом чудесном рождении указывает Евангелист Матфей. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекует ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Пророк же Эзекииль предсказал, что Пресвятая Дева и после рождения Христа пребудет навсегда Девою. И сказал мне Господь, ворота сие будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Эзекииль 44.2 Творение Святого Мороса Меделандского Воспитание Девы Глава 8 Старница 185 Венучая Бога Матери засвидетельствовал явившийся к ней с неба ангел Гавриил, который вошедший к ней и сказал «Радуйся, благодатная! Господь с тобой, благословенный ты между женами!» Лука 1.28 «Ой, мои лучи!» рекла и святая Елисавета, которая исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала «Благословенный ты между женами и благословенный плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» О своем прославлении от Бога и людей сказала сама Божья Матерь «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, спасителе моем, что призрел он на смирение роды своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Предсказания святых пророков, святого ангела, исполненные Святого Духа Елисавета и самой Богоматери сбылись в точности. «По всему лицу женному везде, где есть христиане, славится из рода в род при чистое имя Божьей Матери. Везде христиане углажают и умоляют ее о заступничестве перед Богом в прощении грехов и помощи в их бедах и скорбях. И будут славить ее святое имя, будут молить ее о помощи всегда до скончания мира, пока существует истинное христианство на земле. Не облажают Божью Матери одни лишь язычники, люди неверующие во Христа и наши еретейки-сектанты». Мы удержим молитвенно почитать и обращаться к ходатайству Матери Иисуса, которая была обыкновенной женщиной, тем более нельзя называть ее Царицей Небесной, ибо только язычники чтили Богиню Неба. «Непременно будем делать все то, говорили пророку Иеремии упорные язычники, что вышло из уст наших, чтобы кодить Богиню Неба и возливать ей возлияние». Иеремия 44, 17. «Приводимый сектантами место из пророка Иеремии говорит о тех иудеях, которые оставили Господа и стали служить в Абре и Астарте в земле египетской». Стих 1, 8. «Принося им жертвам мужей и жен взрослых детей и младенцев». Стих 7. И к верующим выселенного Бога христианам, конечно, относиться это не может. Астарта — это божество Сидомское, 3-е царство 11, 5, считавшееся богиней Неба, которой язычники приносили человеческие жертвы, сопровождавшиеся блудом. Совратившиеся выдавоклонцы иудеи построили Астарте подле храма Иерусалимского особо домы блудилищные, а изображение Астарта поставили было в самом храме Господнем. Но царь Иосиф вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону и сжег ее у потока Кедрона и не стер ее в прах и бросил прах ее на кладбище общенародное и разрушил домы блудилищные, которые были в храме Господнем, где женщины искали одежды для Астарты. 4 Сарс 23.4 Только неразумный и безбожный человек может дерзко сравнить блудодейственные поклонения идолу Астарту с христианским чествованием Божьей Матери. Сектантам, кроме того, нужно помнить, что ни в священном Писании, ни в молитвах верующих христиан Божья Матерь нигде и никогда не называется Богиней Неба, а именуется Царицей Небесной. И такое название совершенно ей приличествует, ибо Христос, царь неба и земли, вознесся на небо и воссел одесную Отца. Марк 16,19. А Пресвятая Богородица, как Мать Его, живущая в обителях небесных, справедливо называется Царицей Небесной. из Евангелия Небесной. нигде не видно, чтобы сам Христос оказывал Матери Божией поклонение, равное при чистой Богородице, ибо Он говорит, Он же сказал в ответ говорившему, кто Матерь Моя и кто Братья Мои, и указав рукой на учеников своих, сказал, вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Макфея 12,48. Слова Христа, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь, вовсе не говорят о том, будто бы он не оказывал особого уважения своей матери. Приведенными словами Христос вывозил только ту мысль, что кроме плотского родства есть еще и духовно-нравственное, основанное на исполнении заповедей Божьих, о котором так говорит евангелист. Тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть бы чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Яна 1,12. 1 Петра 1,22. По человечеству же своему Христос был в повиновении матери своей Лука 2,51. Исполнял ее просьбы, любил ее и заботился о ней, даже вися на кресте. Яна 19,26. не должен оказывать особое почитание матери Иисуса, ибо она была обыкновенная женщина, имевшая кроме Христа и других детей, будучи женой Иосифа. Так Христос говорит матери своей, «Жена, все сын твой», Иоанна 19,26. Или «Что мне и тебе, жена?» Иоанна 2,4. О братьях же Господних упоминается не раз в Евангелии, например, «Не плотников ли он сырен?» «Не его ли мать называется Мария и брать его Яков и Иосиф и Симон и Иуда?» Максей 13,55. Вследствие того, что у матери Иисуса были другие от Иосифа дети, Христос называется в Евангелии ее первенцем. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел и принял жену свою и не знал ее, как наконец по-славянски дом лежит, то есть пока. Она родила сына своего первенца и он навек ему имя Иисус. Матфея 1,24. На все эти лжемудрствования сектантов, повторяющих лжелучения иеретика 4 века Гильвеция, можно ответить, основываясь на Священном Писании и учения Святых Отцов Церкви следующее. Во-первых, Божья Матерь не была обыкновенной женщиной, а была до рождения и после рождения Христа причистой Девой. Это видно из сказаний Евангелия о Рождестве Иисуса Христа и из предсказаний об этом святых пророков. В шестой месяц повествует Святой Лук апостол был ангел Гавриил к Деве обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова имя же Деви Мария. Ангел вошед к ней сказал Радуйся благодатная Господь с тобою благословена ты между женами а она же увидев его смутилась от слов его и размышляла что бы это было за приветствие и сказал ей ангел не бойся Мария ибо ты обрела благодать у Бога и вот зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида Отца Его и будет царствовать над домом Якова вовеки и царства его не будет конца Мария же сказала ангелу как будет это когда я мужа не знаю ангел сказал ей в ответ Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя посему рождаемое святое наречется сыном Божиим Лука 1 26 35 От создания человека не было слышно между людьми что беспорочное дело родила без мужа Пресвятая же Богородица бессеменно родила будучи делаю как предсказал о ней святой пророк Исаия все дело в очреве примет и родит сына 7 14 Родила затем в очреве помоитие святого духа и осенение силы Всевышнего оставшись и после рождения Христа присно делаю согласно предсказанию об этом другого пророка и сказание Господь ворота сии будут затворены не отворятся и никакой человек не войдет ими ибо Господь Бог Израильев вошел ими и они будут затворены Изики или 44 2 святой мротин медиаланский вучит кого же как не Мария обозначает эти врата они заперты потому что она дева и так врата обозначает Мария через которую Христос вошел в этот мир делившись от девственного рождения не повредив ключей девства когда исходила девы тот величие которого не мог вместить мир то ограда целомудрия осталась неповрежденной и знаки непорочности прибыли неразрушенными воспитание девы глава 8 страница 185 прекрасно говорит блаженный Иероним некоторые под затворенными вратами через которые один Господь Бог Израиля входит и вождь для которого затворена врата разумеет Марью деву которая прежде рождения и после рождения осталась девою по сравнению тех кое следствие упоминания в Евангелии а братьях его полагают что она после рождения спасителя имела сыновей от Иосифа так так понимает предваримое место из поручиства языки или вся церковь что и выражает в своих богослужебных молитвах в кануне 28 декабря второй богородичин считается дверь заключена дело ей же пройдя Иисус вселив и сего утроби твоей плоть от твоих кровей понес неслиянно в актовике 7 главы 2 канун 3 богородичин считается дверь божью провидя тебя пророк ей же сам пройдя един якоже весть дева чистая это пророчество церковь постановила употреблять в качестве париминого чтения во все богородичные праздники не была богоматерь обыкновенной женщины как дерзко учить сектанты и потому что она родила не обыкновенного человека а веками жданного мессии спасителя мира вот почему святая ангел с праведной лесоветой называет ее благодатной благословенной между женами матерь господа сына всевышнего вот почему сама богоматерь по вдохновению святого духа сказала себе сотворил мне величие сильный отныне будут ублажать меня все роды так говорит величие божьей матери святые пророки и святой ангел господин и праведная исполненная святого духа или советы сама богоматерь но сектанты у которых вслед всех неверия бог ослепил умы сравнить ее с обыкновенной женщиной унижает ее величие наполюбить душ своих оскорбляя этим ее и родившегося от нее сына Христа Бога нашего во вторых во вторых божья божья матерь называется в евангелии женой не потому что она имела мужа ибо она была только обручена Иосифу в этих случаях слово жена употреблено в смысле женщина вообще а не замужняя то есть для обозначения целого а не брачного состояния в каком смысле подругается в священописании слово муж то есть в смысле мужчина а не женатый так например книги Деяния читаем вдруг представили перед ними два мужа в белой одежде и сказали мужа зелилейские что вы стоите и смотрите на небо Деяния 1.10 и вычитаем в сомне блажен муж который не ходит на совете честивых нет никакого сомнения что в приведенных местах священное описание слово муж не означает только женатого человека а вообще мужчину тем более неприложимое оно в первом смысле к ангелам которые тоже названы мужами так то есть слово жена иногда означает в священном писании не замужнюю женщину а вообще лицо женского пола так например где Мария Магдалине и ангел и Господь обращаются с такими словами жена что ты плачешь мы знаем что согласно пророчеству все дело в очереди приметы родить сына Христос и родился от Девы Марии еще только обрученный Иосифу чтобы он хранил и защищал ее и что прежде же сочетались они и оказалось что она имеет в очереди от Духа Святого и что когда Иосиф хотел отпустить Ангел Господь имел сына во сне и сказал Иосиф сын Давидов не бойся принять Марию жену твою ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого следательно здесь дело названо женою апостол Павел конечно знал пророчество Исаии все дело в очреве приемет но в послании Галатам пишет когда пришла полнота времени Бог послал сына своего единородного который родился от жены 4.4 и здесь слово жена не означает замужняя а вообще женщина то есть указывает не на замужество а на женский пол почему слова Павла родился от жены равнознача че словам родился от девы у нас есть не только мужские но и женские училища но в них не обучаются ни мужья ни жены но все же они такие названия для обозначения пола в них обучающихся а не для обозначения брачного их положения в книге что разоконно читаем кто обручился с женою и не взял ее тот пусть идет и возвратится в дом свой глава 20 7 если будет малая девица обручена мужа и кто не встретит с нею встретится с нею в городе и ляжет с нею с собой приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти от раковицы за то что она не кричала в городе а мужчина за то что она порочила жену ближнего своего из приведенных мест ясно видно что у евреев те кто обручались назывались уже мужем женою поэтому скажем словами блаженного иеронима таким образом когда богоматерь именуется иногда в писании женою то именуется для обозначения пола а не замужества ее ибо до рождества христового во время и после ее рождения она пребывала преснодевою согласно пророчествам и словам евангелия о ней блаженный иероним о Марии в третьих если в евангелии неоднократно упоминается о братьях господних то это вовсе не значит что они были дети богоматери каковыми они нигде в евангелиях и не называются кроме родных бывают и двоюродные братья каковыми и были четыре брата Яков Иосиф Симон и Иуда сыновья не матери божией как кощунственно утверждают сектанты не зная писания ни силы Божия Матфея 22 29 А сыновья ее невестки Марии Клеоповой это видно из сопоставления нескольких мест священного писания что у богоматери была сестра об этом говорит святой Ян при кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матерь его Мария Клеопова 19 25 Но так как пресвятая дева была единственной дочерью своих престарелых родителей то чей но Мария Клеопова не была ее родная сестра Предание восходящее к середине второго века и записанное историком Евсевием удостоверяет что Клеопа был единственным братом Иосифа следовательно Мария Клеопа была невесткой богоматери невестки в наше время называют друг друга сестрами В Библии Евангелие и святой и святой и святой Марка там были святой Матфея были также и смотрели многие женщины которые следовали за Иисусом из Галилеи служа ему между ними были Мария Магдалина и Мария мать Якова и Иосиф и мать сыновей Зередеевых Матфея 27 55 и святой Марк поясняет о женщинах и Марии матери Якова и Иосиф что они и тогда как он был в Галилее следовали за ним и служили ему Марка 15 40 как служили Христу женщины это видно из Евангелия служили ему имением своим Лука 8 1 Из выше приведенных мест священного Писания видно что мать братьев Господних Якова и Иосиф была не иная Мария как Мария Клеопа невестка Богоматери ибо во-первых Божья Матерь во всех Евангелиях называется не иначе как Девою Марией Матерь Иисуса или Матерь Его и решительно нигде не называется Матерь Якова и Иосиф или других братьев Господних как и они решительно нигде не называется ее сыновьями во-вторых о Марии Матери Якова и Иосиф говорится что она в Галилее и Верусалиме следуя за Христом служила ему вместе с другими женщинами то есть как мы знаем служила ему от имени своего Пресвятая Пресвятая Дева Мария принадлежала к бедной семье плотника не могла служить сыну своему от имени своего потому что сама жила в бедности и нуждалась в помощи почему Христос и поручил ее заботам любимого ученика своего Иоанна Пресвятая Богородица не была матерью Якова и Иосифа их мать была женщина состоятельная и никто не знает как сестра Богоматери Мария Клиутова почему дети ее назывались братьями господними как двоюродными ему в третьих замечательное то что сами братья господни не называют себя братьями его рабами Яков раб Бога и Господа Иисуса Иуда раб Иисуса Христа брат Якова не говорит апостол Иуда брат Якова и Иисуса а только брат Якова который действительно был его родной брат наконец в четвертых нужно обратить внимание на следующее не имея других детей Богоматерь только обрученная Иосифу была у него как бы одинокой чужой если бы братья господни были ее родные дети то Господь конечно им а не кто либо другому кому либо другому им поручил заботиться о Богоматери и не сказал бы при существовании четырех сыновей что сын ее Ян спаситель же в минуты тяжких страданий на кресте зная одиночество своей матери поручает ее не им все-таки чужим для нее детям а любимому ученику своему Иоанну которого и усыновляет ей как не имеющий детей Иисус увидел матерь и ученика тут стоящего которого любил говорит матери своей жену все сын твой потом говорит ученику все матерь твоя и с этого времени ученик сей взял ее к себе Яна 19 26 если бы он Иосиф действительно имел ее жену говорит святой Ян Златоуст то для чего бы Иисусу Христу поручать ее ученику как безнужнюю никого у себя не имеющие и приказывать ему взять ее к себе но скажут как же якобы другие называются братьями Иисуса Христа так же как и сам Иосиф был подсчитаем мужем Марии Творение Златоуст и Творение Иоанн Евангелия от Матфея Тот говорит Боженный Иероним который проверил только даже откровение во сне Иосиф чтобы не сметь касаться Бог не касаться ее после того как небесное воинство славословило слава Вышне Богу на земле мир и в человеках благоволение Тот который видел Симеона Праведного Анну пророчеству волхвов звезду Ирода ангелов Тот говорю который знал столько чудес Неужели дерзал касаться храма Божия Престола Духа Святого Матери Господа Своего Только безумие людей спорчных в своем сердце может допустить ту кощунственную мысль что прибывшее до рождения Христа и в Рождестве детства сохранившая причистая Дева и Матерь Спасителя мира могла иметь и другие дети от праведного старца Иосифа от ангела знавшего что родившаяся от нее и от Духа Святого есть Мессия Христос Избавитель мира В Четвертых Слово первенец которое назван Евангелие Христос вовсе не говорит о том что после него у Богоматери были дети Христос назван первенца потому что у Богоматери как Девы не было раньше детей Первенец может быть единственный Святой мне говорит Господь каждого первенца и разверзающего всякие ложеснами же сынами Израильев от человека до скота потому что мои они Исход 13.2 Как во всем израильском народе так и среди многочисленного скота его конечно были единственные рожденные которые тоже посвящались Богу как первенцы Господь Николай Иоанн называл языческий народ своими детьми у Господа был только один избранный им народ это народ израильский но Иоанн назывался первенцем Израиль есть сын мой первенец мой Исход 4.22 Блаженный Иероним знаменитый христианский ученый так объясняет приводимое место из Матфея 1.25 А мы так определяем всякий единородный есть первенец но не всякий первенец есть единородный первенец не только тот после которого были другие дети но и тот после которого не родилось никого затем Блаженный Иероним местами священного писания второзакония 18.15 поясняет что первенцем называется тот кто разверзает а не тот свет за которым рождаются еще другие дети книга 6.4 стр. 105 повторяя же учение еретейка и гильвицы наши сектанты думают что наше славянское слово Донди же обозначает известное время во прошествии которого должно случиться то чего не было раньше и слова и не знал ее как наконец Донди же она родила сына своего первенца кощунственно толкует в том смысле что Пресвятая Дева Мария не имела детей а потом у нее были ценные дочери братья и сестры господни но по толкованию святых отцов церкви слово Донди же указывает и на неопределенное время так например объясняя слова порока Исаии 46.4 Блаженный Иеронин замечает неужели после того как они состариваются Бог перестанет существовать и спаситель в Евангелии говорит апостолам я с вами во все дни до скончания века то есть мира и так поясняет блаженный Иеронин по скончании века Господь отступит от учеников своих и тогда когда они в двенадцати престолах станут судить двенадцать колен израилевых они не будут иметь обещанного общения с Господом также объясняет слово Донди же святой Иоанн Дамаскин замечая что понимает понимать его иначе не свойственно здоровомыслящему уму святой Иоанн Заталуз дает такое оттолкование этого места из Евангелия Матфея принявши же ее не знал ее как она родила сына своего первенца здесь Ивангелец употребляет слово Донди же но ты не подозреваешь того будто Иосиф после познал ее Ивангелец дает этим только знать что дело прежде рождения была совершенно неприкосновенную почему же скажет употребелом слово доколе потому что в писании связь отца и делается это слово не означает определенного времени так как о чеге сказано не возвратиться не возвратиться ворон доколе высохла земля хотя он и после не возвратился также о Боге в писании говорит от века и до века ты и си салом 89-2 мотив не полагает пределов и опять когда благовествую говорит воссияет во днях его правда и множество мира доколе прибудет луна салом 71-7 и означает конца для этого прекрасного светила так и здесь евангелист употребил слово донде же в удостоверении о том что было прежде рождение что было после рождения о том представляется судить тебе самому православные поют богородицы неумимо мы имеем помощи разве тебе владычица на тебе надеемся поют ему рецеей спаси нас просит у него ходатайся за себя на небе перед Богом а ведь кроме Христа нет другого имени под небом данного человеком которому удержало бы нам спастись длины 4.12 если бы кто согрешил то мы имеем ходатай предотцов Иисуса Христа праведника 1.1 Иоанна 2.1 Римлян 8.34 1.1 Тимофея 2.5.6 Человек спасти человека не может Чтобы понять слова приводимые сектантами церковного песнопения неимому иной помощи необходимо помнить что святая церковь чтит Пресвятую Богородицу как Матерь Божия честнейший всех святых и хирургинов как царицу стоящей на небе одесную сына своего для которой поэтому несравненно доступнее чем для святых и ангелов ходатайства перед сыном своим за весь грешный мир вот посему церковь упоет что другой такой всесильной такой всемогущей помощи как помощь Божьей Матери она не имеет если бы православные надеялись на помощь только Божьей Матери то они не молились бы ни святым угодникам ни ангелам ни самому Христу для правильного же понимания слов на тебя надеемся как и слов спаси нас кроме вышесказанного фектантам нужно взять во внимание дальнейшие слова приводимые ими церковной чести и тобой молимся тобой то есть через тебя молимся твоему сыну молимся ему через твое ходатайство поэтому и слова спаси нас означают спаси нас своим покровом своим всесильным заступничеством пред твоим сыном единым спасителем мира мы знаем что Христов единый посредник единый ходатай пред Богом крови своей за грехи всего мира но за грехи отдельных людей может быть много ходатаев молитвами как например апостол Павел сам благодарил коринфян за их ходатайство перед Богом об избавлении его от близкой смерти причем говорит надеемся что еще избавит Бог при содействии вашей молитвы о нас дабы здоровые нам по ходатайству многих многие вас благодарили за нас 2 коринфянам 1 9 11 исаев 43 27 филиппийцам 1 3 1 фессоникистам 5 25 2 тимофей 1 3 что люди могут спасать других людей видно из иных мест в священном писании не возбужули ревность родников моих поплоти говорит апостол Павел и не спасули некоторых из них риме 11 14 для немощных говорит он был как немощный чтобы приобреть немощных для всех я делался всем чтобы спасти по крайней мере некоторых 1 коринфян 9 22 почему ты знаешь жена спрашивает апостол не спасешь ли мужа 1 коринфян 7 16 вникает себя в учение пишет он тимофею занимайтесь им постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя 1 тимофея 4 16 православный что благородец называет благословением нужно builder благословение называется да будет благословения между женами и лов.. ага между женами в шатрах да будет благословенно суды опять 24 action назованы благословения за то что убила сесару врага израильского и названы благословения только между женами в шатрах А Божья Матерь названа благословенной за то, что обрела благодать у Бога и родила спасителя мира, который своей крестной смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавился от человечества от гнева Божия, греха, проклятия и смерти, примирив его с Богом, посредством креста убив вражду на нем, и Фессианам 2.13. Вследствие чего люди, больше некогда далеко от Бога, стали близки Ему кровью Христовую. Так что мы теперь уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святые, но свои Богу. Не рабы, но сыны. А если сыны, то и наследники Божия через Иисуса Христа. Галатам 4.6. Вот почему Божья Матерь называется благословенной между женами всего мира. Вот почему Ее должны ублажать, должны все роды, до скончания мира. И Ее действительно ублажают все христианские народы, кроме изыщников, евреев и сектантов, еретиков. Из каких мест священного Писания видно величие Божьей Матери? Ангел Господень назвал ее благодатной, благословенной между женами. Такой же благословенной между женами и Матерью Господь назвали ее с помощью Святого Духа, праведной или совета, Матери, сейшего и зарожденной женами из Святого Иоанна Крестителя. Наконец, сама Баба Матерь по вдохновению Святого Духа сказала о себе, «Отною будут ублажать Меня все роды». О молитвовом почитании и призывании Божией Матери свидетельствуют многие отцы Церкви первых и последующих ее веков. Так, например, в литургии Святого Якова говорится, «Особенно же творим память Святой и славной Преснодеве Блаженной Богородицы. Помилуй ее, Господи Божий, и по ее чистым и святым молитвам пощади и помилуй нас». Святой Игнатий Богоносец пишет, «От князя века сего сокрыто было девство Марии и ее деторождение, равна и смерть Господа». Святой Истин, мученик, объясняя слова порока Исаии, вот Дева зачнет в очреве, учит. Сила Божия, нашедшая на Деву, осенила ее и сделала то, что она зачала, будучи Девою. Святой Игнатий, учит, утверждающий, что он родился от Иосифа и что на него они уповают, сами себя отчуждая под царство, падая под проклятие. Сам он, судово, восстановляя в себе Адама, справедливо получил рождение для восстановления Адама от Марии, которая была еще Девою. «Наш сын Божий», — пишет Артуляна, — «рожден даже и не от супружества, мать его не знала мужа. Луч Божий, луч Святого Духа, как о том было предсказано, снишел на Деву и садялся в недрах ее плотью, родился человеком, соединенным с Богом». Святой Кирилл Верусалинский учит, «Сей Дух Святой снишел на Святую Деву Марию, но по елику рождаемый был Христос Единородный, то и осенила ее сила Вышнего, и снишел на нее Дух Святой, и осветил ее, чтобы могла она принять в себя того, и уже вся быша». «Нет мне нужды во многих словах учить себя, что рождение сие нескверно и причисто, Дева, учил Святой Кирилл Сирин, силой, пребывающего в ней, родила естественно, но ничего не потерпела. Печать Девства не нарушена ни зачатием Христовым нерождением. Дух помоществовал при рождении не познавшей нужного ложа, потому рожденная не нарушила печати Девства, и Дева прибыла без болезни и рождения. Святой Иоанн Дамаскин, приглашая христиан к почитанию святых патриархов, пророков, апостолов и мучеников, говорит, «Будем почитать Богородицу как истинную Матерь Божию». «Поклоняемся мы», говорит он, «тем, в которых почитает, почивает Бог, единый, святый, и во святых почивающий, как то, во святой Богородице и всем святым». А говоря о великой силе ходатайств перед Богом Божией Матери, учит. И между людьми, если кто имеет ходатайств и чью-либо Матерь, то когда она будет просить сына своего заедино плененника, ближнего или друга, он не оставит без внимания ее прошение и ходатайство. Что же сказать о том ходатайстве и дерзновении, какой высшая рода человеческого и сил небесных пренепорочная Матерь имеет к своему воплотившемуся от нее сыну. Могущество ее несравненно и необъятно. После того, что святой Ангел Материн, как святого Дева выразила свое согласие по слову Господня возвещенному ангелам. Сошел на нее дух святой, очистил ее и даровал ей силу, как принять в себя божествовало слово, так и родить. Тогда осенил ее, как и божественное семя. Сын Божий, ипостасная премудрость, и сила Всевышнего Бога, идиносущный Отцу, и из непорочных и чистейших ее кровей, облазовался бы насчеток нашего состава, плоть, оживленную душой, мыслящую и разумную, не через оплодотворение семенем, но творчески через Святого Духа. В Седьмой Вселенский Собор, имея ввиду заблуждения еретиков, в их уже учение о Бога Матери, постановил почитать и величать, во-первых, истинную Богородицу, всех небесных сил высшую, а также и святые ангельские силы, блаженных и всехвальных апостолов и пророков, славных и победоносных подвязавшихся за Христа мучеников, святых и богоносных учителей и всех преподобных мужей, и просите их от датайства, так как они могут нас приближать к Царю Всех, Богу. Нечестие и неверие людей, поврежденных в разуме своем, отрицает величие Божьей Матери Преснодеву Марии, убитая и погашшая в их сердцах чувство веры, не признает в ней великая заступница и ходатайца пред Богом за грехи мира. Но ты, верующий христианин, помни, что у тебя всегда есть на небе великая ходатайца, усердная заступница, Матерь Бога Вышнего. Помни, и во всех твоих бедах и душевных болезнях спеши к ней, к твоей милосердной, любящей матери. И в покаянии с верой и надеждой, молясь ей, говори, под твою милость прибегаем, Богородица Дева. Молю, не наших не призрев скорбишь, но обед избави нас единое, чистое и благословенное. Пресвятая Богородица, спаси нас о молитве за умерших. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Лука 20, 38. Дана мне всякого власть на небе и на земле. Матфея 28, 18. Имею ключи ада и смерти. Откровение 1, 18. Молитесь друг за друга. Яков 5, 16. Любовь никогда не предстает. 1 Коринфянам 13, 8. Все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Матфея 21, 22. Человек умирает только телом, а не душой, как учит об этом и экклесиаст. Возвратиться, говорит он, прах, древний, чем он был. А дух возвратиться к Богу, который дал его. Вот почему Спаситель учит, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Как и святой апостол Тайл утверждает, что живем или умираем всегда Господни. И на Христов для того умер воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Римлян 14, 8. Поэтому, говорит он, желаем лучше выйти из тела и во дворице у Господа. 2 Коринфянам 5, 8. И живые, и умершие все вместе составляют единую Христову Церковь, одну великую Божью Семью, под главенством искупившего их Спасителя мира, который владуществует и над мертвыми, над живыми. Ибо Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Ефесянам 1, 10, 22. Этот великий союз живых и умерших членов Церкви Христовой основан на Божьей любви. Ибо сам Бог оснований и глава Церкви есть высочайшая любовь. 1 Иоанна 4, 8. Поэтому говорит святой апостол о всех членах Церкви Христовой страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12, 26. Если по словам Христа и его святых апостолов все умершие живы, то мы должны любить их так же, как и живущих на земле братьев наших. Ибо из-за них пострадал Христос, и за них Он пролил причистую кровь свою. В ком нет любви умершим, в том нет и Бога. Ибо только пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в Нем. «Кто не любит умерших, тот сам духовно мертвый, ибо нелюбящий брата пребывает в смерти». 1 Иоанна 3, 14. «В ком неком неком умершим братьям во Христе, тот и не дитя Божие, а дитя дьявола, ибо дети Божьи, дети дьявола узнаются так, всякие не делающие правду не есть от Бога, равные и не любящие брата своего». 10. «Любовь к братьям никогда не должна прекращать, ибо любовь христианская бесконечна и вечна, как бесконечен и вечен сам Бог любви. Ни расстояние, ни время, ни смерть, ни могила не прекратят этой любви». «Я уверен», говорит святой апостол, «что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлян 8, 38. «Ибо любовь никогда не перестает». 1 Коринфян 13, 8, Евреям 13, 7. «Но истинно христианская любовь не зранится словами, а непременно должна проявлять себя в деле». «Дети мои», говорит апостол Иоанн, «станем любить ни словом или языком, но делом и истинною». 1 Иоанна 3, 18. «В чем же, каким делом мы можем проявить свою любовь к умершим? Для их тел наша помощь уже не нужна, они уже не нуждаются ни в пище, ни в питье, ни в одежде, ни в жилище и даже в воздухе. Для мертвого и обратившегося в спрах человеческого тела ничего из этого уже не нужно. Но для живой души, обремененной во время земной жизни грехами, перешедшей с ними в загробную жизнь, есть великое нужда освободиться от них, чтобы после всеобщего суда войти в вечное царство славы и благодати Божией, ибо не войдет в него ничто нечистое». Откровение 21.27. А слову для нас только одно деятельное проявление нашей любви к усопшим. Это молитва о них к Богу, владыке живых и мертвых и молитвное обращение к святым угодникам, друзьям его, ходатайствовать перед ним о свершении их участи и прощении грехов. Таким образом необходимой молитв об умерших основывается на том, что они живы члены Христовой, нашего Христе братья Церкви, и что если мы на них не молимся, то в нас прекратилась любовь к ним. Тогда мы не имеем в себе Бога, мы не дети Бога, а жестоко серны дети дьявола. Но молитва об усопших сколько необходимо для них и для нас, сколько же возможно для живых и спаситель для умерших. после смерти человека боя участь его еще не окончательно решена. Ибо кроме предварительного частного суда над его душой, Сираков 11.26 и Рим 9.27, по разлучению ее с телом, он должен ожидать еще последнего и окончательного суда, имеющего быть после всеобщего воскресения мертвых, когда он явится перед судьей вместе с воскресшим телом, что получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2.Каринфянам 5.10 Но это будет уже после кончины мира, когда солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великою. До того же времени умершие грешники в страхе и томлении духа будут ожидать дня великого суда, испытывая тяжкие мучения совести, засадеванные на земле грехи. Облегчение тяжелой участи умерших в загробные жизни и даже полное помилование их возможно по молитвам земной и небесной церкви Христовой, ибо Слово Божие так говорит о Боге. Господь умерщвляет и оживляет, не изводит преисподнюю и возводит. Первое царство 2.6 Ты имеешь власть жизни и смерти и не изводишь до врат ада и возводишь Примудже Соломона 16.12 Сам Христос сказал верующим в Него, дана мне всякая власть на небе и на земле. Я имею ключи ада и смерти. Сам Он уверил нас, что всякий грех, кроме худого Духа Святого может быть прощен не только в веки всем, но и в будущем. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет на Сына Человеческого простится ему, если же кто скажет на Духа Святого не простится ему ни в семь веки, ни в будущем. Матфея 12.31 И все, что не попросите в молитве с верою получите. Матфея 21.22 Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец Сын И Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. И Иоанна 14.13 Верю обещания Спасителя и надеюсь на Его великое милосердие, член Церкви Христовой со времени первых дней ее существования. Всегда молились, молятся и будут совершать молитвы об умерших братьях своих, помня заповедь Божия о никогда не прекращающейся христианской любви. Господь через пророк Иеремии запрещают молитвы об умерших Иеремии 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 нет даже намека на запрещение молитвы об умерших с веры в Бога. Из этих слов мы видим только то, что еще в Ветхом Завете существовали поминки умерших, для которых для них преломляли хлеб и пили чашу утешения. Господь же велит пророку не ходить на эти поминки, не ходить и напишиться к израильтянам, так как заедало поклонству, а не лишены Богом всякого утешения и веселья. Стих 10-20 Как на пломенках по своим умершим, так и во время пиршес в домах своих. Мало того, за свое нечестье тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей, птицам небесным и зверям земным. И такое наказание понесут израильтяне за идолопоклонство, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли слепленные богов и служили им и поклонялись им, а меня оставили и законом моего не хранили. Ясно, что если лишение погребения и поминовения было наказанием для неверующих, то для верующих совершений было наградой. Поэтому приводимое сектантами место из пророчества Иеремии не защищает, а опровергает их заблуждение. Надеющиеся на молитвы живых после своей смерти проклятым Господом, сказавшим через пророка Иеремию, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опору. Иеремии 17, 1. Кто просит у живых людей молитвы за себя после своих смерти и молитв за умерших ближних своих, тот не на людей самих надеется, а на Господа, Который услышит и примет их ходатайство об умершем. Яна 14, 13. Здесь же проклятым назван тот, кто не только надеется исключительно на человека, но и которого сердце удаляется от Бога, как говорится в том же стихе, конец которого сектанты обыкновенно не читают или не обращают на него внимания. Ведь и святые апостолы просили у верующих молитвы о себе Риме на 15, 30, 1, и Саноники 5, 25, и евреям 13, 18, другие. Но никто же из сектантов не скажет, что святые апостолы за это проклятые. Человек, просящий у других молитв после своей смерти, не только не удаляется сердцем от Бога, а напротив прилипляется к Нему в христианской вере, любви и надежде. Как источник милосердия, всепрощения и блаженства, молиться об умерших невозможно, ибо тотчас после смерти человека происходит над ним суд, определяющий навсегда его участь. Легко говорить, говорит Сирах для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Сирах 11, 26. И апостол Павел учит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9, 27. На основании священноописания святая церковь верят, что для умерших существует два суда предварительный, частный и окончательный, всеобщий. Частный суд наступает точно после смерти человека, а всеобщий после его воскресения. пройденные места сирахой из посланий к евреям имеют в виду именно суд предварительный, частный, так сказать, предварительное заключение, тяжесть и продолжительность которого зависит от поведения обвиняемого, отхаботаясь за него других и от милосердия царя. До окончательного же суда, решающего навсегда участь умерших, в тревожном ожидании его проходят целые века и тысячелетия. Страшно подумать об этом. Что всеобщий окончательный суд над умершими еще не совершен, это ясно видно из многих мест священного писания. Из тех именно его мест, в которых описывается кончина мира и обстоятельства второго явления Христа, предшествующие всеобщему последнему суду. Прежде явления Христа для всеобщего суда над живыми и умершими должен произойти мировой переворот во всей природе. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных силой и славою великою. Матфея 24, 29. С ангелами силы его в пламенеющем огне совершающего отмщения не познавшим Бога и не покоряющимся благорестованию Господа нашего Иисуса Христа, которое подвергнуто, значит, еще не подверглись наказание вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославить сила святых своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших. 2 Офисом Никицем 1 8 10 Но день тот не придет, пока не придет прежде отступление не откроется человек греха сын погибели Антихрист, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. 2 Офисом Никицем 2 1 Когда не придет Сын человеческий во славе Свои и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся при ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет значит еще не сказал тем, которые по правую сторону его придите благословенные отца моего наследуйте царство уготованное вам от создания мира. тогда скажет значит тоже еще не сказал и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованы дьяволу и ангелом его и пойдут следовательно еще не пошли силы в муку вечную а праведники в жизнь вечную и так окончательный суд Христов над умершими еще впереди до до того же времени участь грешников зависит от ходатайств за них святых на небе и живущих на земле членов церкви Христовой и от милосердия Божия вера в возможность облегчения участи умерших грешников посредством молитвы и милосты за них существовала еще в Ветхом Завете так например из книги Второзакония глава 26-14 видно что было мертвых то есть для облегчения их участи верующие иудеи творили милосты и что ее нельзя было делать только из той десятины доходов земли которая отдавалась левиту пришел сироте и вдове я не ел от нее от десяти назначенных для вышеуказанных лиц с печалем моей припоминания не умерших Иеремии 16-7 и не отделяло ее в нечистоте для очистительных жертв левит 15 30 числа 611 другие и не отдавало из нее для мертвого Иеремии 16-7 Товия 4-17 в книге Руш читаем и сказала на имени сестре своей благословение от господа волос что не лишил милости своей ни живых ни мертвых 2-20 Иисус Сын Терахов учит мило сдаяние да будет ко всякому живущему но и умершего не лишай милости 7-36 в книге Сын читаем раздавая хлебы твои при гробе праведных но не давай грешникам 4-17 говорится не давай грешникам ибо их молитвы об умерших Бог не примет как людей очевидно не раскаянных в своих грехах притча 15-29 Исайя 1-15 пророк ворох так молится об умерших израильтянах чтобы господь услышал их молитву о себе Господи вседержителю Божия Израиля услышь молитву умерших Израиля и сынов их согрешивших пред тобою которые не послушали гласа Господа Бога своего зато и постигли нас бедствие не вспоминай не правд отцов наших но вспомни руку твое имя твое все время ибо ты Господь Бог наш и мы прославим тебя Господи ворох 34 во второй книге Маковейской глава 12 39 45 говорится о том что когда в одном сражении пало много израильтян по причине сквернения взятыми скапящих вещами посвященными идолам что закон запрещал иудеям бывшие силы николеем обратились к молитвам спрося да будет совершенне изглажен содеянный грех сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра он посадил Иерусалим чтобы принять жертву за грех и поступил весьма хорошо и благочестно помышляя о воскресении ибо если бы он не надеялся что падшие в сражении воскреснут то излишне не напрасно было бы молиться о мертвых но он помышлял что скончавшимся во благочестии уготована превосходная награда какая святая и благочестивая мысль просима принес за умерших у милостивительных жертву да разрешаться от греха так творили милостыне для умерших и молились о них в ветхом завете мы члены заветней церкви живущей уже не под законом а под благодатью римлянам 6.14 еще большего в молитве имеем дерзновения к Богу и чего не попросим получим от него 1 ияна 3.21 ибо мы приняли дух усыновления которым называем авва отче все и самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божьи римлянам 8.15 получившие великое обещание от христа нашего спасителя есть еще попросить его отца во имя мое то сделаю да прославится отец сыне если еще попросите во имя мое я то сделаю ияна 14.13 движимые состраданием и любовью к умершим мы молим Бога простить им грехи ради крестных страданий искупителя мира веря словам его что что все сделает чего не попросим во имя его и что всякий грех кроме холламина духа святого может быть прощен человеку не только в этой но и в будущей жизни бесполезно молиться об умерших ибо что посеет человек то и пожнет сеющий в плоть свою от плоти пожнет а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную галатам 6 7 8 ибо Бог воздаст каждому по делам его мотфея 16 27 поэтому всем нам должно явиться предсудящих Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое 2 Коринфянам 5.10 Откровение 20.13 И эти приведенные сектантами места в священном писании говорят не о суде над людьми совершающемся толчась после их кончины а о том суде который наступил для них после второго пришествия Христа и кончины мира ибо в писании ясно сказано что не познавшие Бога и не покорюшившиеся благорествования Христа еще не подверглись а подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа в день он и в день суда Матфея 10.15 2 Петра 3.7 то есть мы скажем сектантам уже судившим всех умерших грешников на вечной муке словами апостола Павла не судите прежде времени пока не придет Господь Который светит скрытая во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от Бога 1 Кориньсом 4.5 до всеобщего суда милосердный Господь имеющий ключи ада и смерти изводящий в преисподнюю и возводящий может согласно обетованию своему Матфея 21.22 по молитвам верующих церкви возвести и из ада умерших с верой в него грешников да прославится Отец Сыне Иоанн 14.14 бесполезно молиться об умерших ибо между адом и раем существует непроходимая пропасть между нами и вами говорит Авраам богачу утверждена великая пропасть так что хотящие перейти отсюда к вам не могут так же и отсюда к нам не переходит Лука 16.26 совершенно верно что хотящие перейти из ада в рай своими собственными силами не могут этого сделать в этом может им помочь только ходатайство членов церкви земной особенно ходатайство святых небожителей друзей божьих окружающих престол божий что касается пропасти между адом и раем то она существовала только в ветхом завете и для ветхозаветных людей которые еще должны были слушать моисея и пророков а не христа и апостолов авраам сказал у них у неверующих братьев богачей есть моисей и пророки пусть слушают их и действительно вновь за эти такой пропасти уже нет и быть не может после того как Христос кровью своей смертью на кресте получил власть на небе и на земле приобрел ключи от ада и рая откровение 1.18 и не только ожив духом находящимся в темнице духом сашет проповедовал но плену плен то есть освободил находившийся в плену ады и дал дары человекам то есть простил им грех благодати своею Христом следовательно побежден силы ада уничтожена всегда пропасть между ним и раем смерть восклицает апостол где твое жало ад где твоя победа благодарение богу даровавшим нам победу господом нашим Иисусом Христом 1.15 15.55 никакая молитва и милостные уже не могут спасти умершего грешника от вечного наказания какой век он даст человек за душу свою марка 8.37 нетленным серебром или золотом говорит святой апостол искупленной во суетной жизни преданной вам от отцов но драгоценной кровью Христа как непорочного и чистого агнца 1.1.18 человек человек никак не искупит брата своего и не даст богу выкупа за него псалом 48 8.8 с первым приводимым сектантами священного писания нет даже намека на то что можно или нельзя молить об умерших а говорится о том что душа дороже всех благ мира стих 36 и что кто потеряет ее не приобретет ее назад не выкупит ее у господа судей никакими драгоценностями ни золотом ни серебром ибо творец владыка мира ни в чем этом не имеет нужды и искупить свою грешную душу человек может только добрыми делами блаженный сказал спаситель милостивые ибо они помилованы будут блаженный миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими тогда скажет царь тем которые по правой сторону его прийдите благословенный отца моего наследуйте царство уготовленное вам от создания мира ибо алкал я и вы дали мне есть жаждал и вы напоили меня был странником и вы приняли меня был нагр и вы одели меня был болен и вы посетили меня в темнице был и вы пришли ко мне тогда праведники скажут ему в ответ господи когда мы видели тебя алчущим и накормили или жаждущим и напоили когда мы видели тебя странником и приняли или нагим и одели когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе и царь скажет им в ответ истинно говорю вам поелику вы сделали сие одному из их братьев моих меньших то сделали мне матфея 25 34 вот какой выкуп может человеку дать за душу свою и за душ умерших братьев своих во втором приводимом стектантами месте священного писания говорится об искуплении людей от суетной жизни то есть от жизни языческой дорогой ценой 1 корейстам 6.20 это драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца а молитве за умышлен здесь не говорится ни слова что касается 48 псалма то весь этот псалм говорит о том что смерть есть неизбежный удел каждого человека восьмом же стихе псалма говорится не о милости не за умершего которые будут бесполезны для них а о том что никакой человек не может избавить брата своего от следствия первородного греха Римлянам 5.17 от смерти что ясно видно из дальнейших стихов псалма дорога цена искупления души их и не будет кого вовек чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы что молиться об умерших нельзя это ясно видно из примера Авраама не пожелавшего принять участие в судьбе мучившегося в аду богача Лука 16 19 31 Авраам не пожелал облечься страдания в аду богача не потому что нельзя молиться об умерших а потому что жестокий богач не достоин был этого окончив жизнь без покаяния без веры в Бога и без любви к людям стих 25 то есть умер он в религиозно нравственном ожесточении умер грехом к смерти а о таком человеке само слово Божие запрещает молиться если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти то пусть молится и Бог давь ему жизнь то есть согрешающему грехом не к смерти есть грех не к смерти не о том говорит чтобы он молился 1 Иоанна 5 16 по той же причине Авраам не пожелал позаботиться о вразумении пяти братьев богача сделавшихся рабами греха к смерти римлянам 6 16 и дошедших до такого ожесточения в неверии что по словам Авраамов они не поверли бы и тогда если бы кто из мертвых воскрес вот почему Авраам не позаботился о спасении богача невозможно молиться об умерших все равно он находится в бесчувственном бессознательном состоянии давления всеобщего суда что в крови моей когда я сойду в могилу будет ли прах славить тебя будет ли возвещать истину твою псалом 29 10 ибо в смерти нет пометования тебе во гробе кто будет славить тебя псалом 6 6 приводимые адвентистами места обоих псалмов говорят о состоянии после смерти человека его тела а не души что пользы в крови а не в душе моей будет ли прах а не душа славить тебя в огроме кто будет славить тебя конечно мертвое или в прах обратившееся тело не может ни славить творца своего ни возвещать истины его но ведь дух человека не идет с телом в могилу и не обращается в бесчувственный прах возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к Богу который дал его Экклесиас на 12.7 души людей после их смерти живут разумной и сознательной жизнью как говорят об этом многие места священного писания так например Авраам блаженствует богач мучается после смерти своей и оба ведут разговор между собою давно умершие Моисея и Илья и явились во время преображения Господа на горе Фаворе и говорили об исходе его которое ему облежало совершить в Иерусалиме в Акадии 28 следовательно они после смерти находятся в сознательном состоянии в священном писании мы читаем Христос быв умершен по плоти нажив духом находящимся в тенице то есть в аду духом сошедший проповеду 1 Петра 3.18 как же возможно было бы проповедовать умершим если бы они находились в бессознательном состоянии неосновательность агентинского мудрствования видна из тех мест священного писания где говорится о сознательной загробной жизни праведников окружающих престол Божий воспевающих Богу новые песни и поклоняющихся Ему как владыки своему откровения 4.10 5.8 11.16 молиться за умерших не только нельзя но и совершенные излишни ибо верующие и живущие по духу и так уже навсегда спасены а не верующие уже осуждены на вечной муки верующие в него не судятся а не верующий уже осужден Иоанна 3.18 верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь Иоанна 5.24 и так нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе живут не по плоти но по духу Римлянам 8.1 В проведенных местах священного писания сказано о верующем что он не судится и имеет жизнь вечную и на суд не приходит что живущим не по плоти а по духу нет ни осуждения но не сказано что он не будет судим что он на суд не придет очевидно ведь разумеется не телесная жизнь и смерть людей а духовная жизнь в вере и смерть в неверии разумеется что верующий оправдан а не верующий уже осужден в своей совести здесь на земле ранее и суд в приведенных местах писания разумеется не последний и окончательный а суд перед своей совестью перед Словом Божиим суд совести и евангельской истины над теми кто возлюбил тьму боли и света суд же состоит объясняет сам Христос в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злые Яна 3.19 и живущим по духу нет ни не осуждения потому что они фейсы перед судом своей совести если сердце наше осуждает нас то коль не пачет Бог потому что Бог больше сердца нашего и знает все возлюбленное если сердце наше не осуждает нас то мы не имеем дерзновения к Богу 1 Иоанна 3.20 мы знаем что перешли смерти в жизнь потому что любим братьев не имеющие брата пребывают в смерти но на всеобщий последний суд должны явиться все и грешные и праведные всем нам мучает апостол Павел должно явиться предсудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое 2.20 2.20 все мы говорим о себе и всех людях предстанем на суд Христов и так каждый из нас даст отчет Богу но когда святой апостол говорит что все люди и он сам должны явиться на суд Христов самая большая ассистанта важна только слово Божье говорят о себе другое мы верующие нас упияемся ибо мы уже спасены и так если все общий суд должен быть обязателен для всех живых и умерших то совсем не излишне напротив совершенно необходимо теперь пока еще не поздно молиться Богу за умерших наших братьев страхи и исполнения Духа целые века и тысячелетия ожидающих наступления того великого дня когда для окончательного над ними суда соберутся пред ним все народы и вишни молиться об умерших с покаянием ибо они уже прощены Богом разбойник спасся на кресте одним покаянием без хода ходатайз других он сказал Иисусу помяни имя Господи когда приедешь во царстве Твое и сказал ему Иисус истинно говорю тебе ныне же будешь со мною в раю Лука 23 39 А то все не грехи прощены умершему никто из живых не может знать ибо в предсмертные минуты тяжелые иногда и мучительные борьбы тела со смертью минуты душевного смятения и страха пред неизвестным будущим человек не может спокойно сосредоточиться на сознании всех совершенных им грехов не может объять всех их памятью своей и раскрыть их перед служителем земного алтаря чтобы закрыть их навсегда пред судом небесным Яна 20 22 не всегда умирающий приносит в достаточной мере искреннее покаяние ложным стыдясь признания во всех грехах и репетая до последней минуты обманчивая надежное выздоровление и продолжение жизни у таких людей неправное покаяние следовательно и неполное прощение грехов поэтому и молитва о них после их смерти необходима да разрешаться от оставшихся у них грехов и во царствие Божие не войдет ничто нечистое Откровение 21 27 Примерно пока что на кресте разбойника единичный и исключительный он получил прощение грехов непосредственно от самого Христа при том нужно заметить что разбойник молился Христу о помиловании его не здесь на земле при жизни а там после смерти помяни меня Господи когда придешь в царствие твое излишне молиться об умерших во грехах без покаяния ибо должны же не помести за свои грехи наказание и вы не знаете что неправедное царствие Божие не наследует не обманывайтесь ни блудники ни доуслужители ни полюбозеи ни малаки ни мужеложники ни воры ни лихоинцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царствие Божие не наследует 1 Коринфянам 6 9 10 об умершем без покаяния церковь тоже молится но не о всех а только о тех кто не успел покаяться вследствие неблагоприятно сложившихся для него обстоятельств преди их смерти например по убитым на войне утонувшим вообще скоропостижен скончавшимся если они сохранили в себе веру Христову Слово Божие улучшит что мы должны молиться друг за друга Яков 5 16 и всякой молитвой и прошением и молением о всех святых Яков 6 18 за всех человеков 1 Тимофей 2 1 И церковь молится о всех людей живых и умерших кроме хурителей и Духа Святого впавших в грех к смерти то есть восставших вместе с дьяволом против самой веры Христовой и умерших в ожесточении против нее ибо молиться о таких людей запрещает само Слово Божие Всякий Слово Божие будет Тот кто попирает Слово Божие и не почитает за святую кровь завета который освящен и Духа благодати оскорбляет Евреям 10 26 26 6 4 и Евангелий Иоанн ищет если кто видит брата согрешающего греха не к смерти то пусть молится и Бог даст ему жизнь то есть согрешающему не к смерти есть грех к смерти не о том говорю чтобы он молился 1 Иоанна 5 вот о ком из живых и умерших церковь не молится о явных хвалителях Бога и Его церкви об отрехшихся от Христа как Сына Божия о непочитающих за святыню кровь завета то есть отвергающих догмат искупения Христом человечества и о согрешающих грехом к смерти то есть согрешающих произвольно до самой смерти и не считающих грех грехом что есть хвала на Духа Святого не может конечно молиться святая церковь за тех умерших кто умирает отвергая самую возможность молиться об усопших а также и за сознательно здравыми лишивших себя жизни как восставших против Творца своего даровавшего им жизнь начальника жизни канон ответа святого Тимофея 14 а все же остальные умерших церковь всегда возносит молитвы к Богу ибо верить непреложным словам Христа Спасителя что всякий грех кроме указанных простится и веки всем и в будущем когда наступит воскресенье мертвых учит святой блаженный Августин будет немало таких которым после мучений испытанных душами умерших оказано будет милосердие так что они не будут посланы в вечный огонь ибо не было бы сказано некоторых что им не отпустится ни в семь веке ни в будущем Матфея 12 32 если бы не было таких которым хотя в настоящем веке не отпущено однако отпущено будет в будущем блаженно в гуси награде Божьем книга 21 глава 24 но если мы молимся помилованных уже умерших или недосуживающих поминовения то не повредили бы этим ни им ни себе а лишь исполнили бы долг христианской любви к братьям наших и заслужили бы благоволение в отчах Божьих согласно словам Спасителя входя в дом приветствуйте его говоря мир дому сему если дом будет достоин то мир ваш придет на него если же не будет достоин то мир ваш к вам возвратится Матфея 10 12 так и наши молитвы если умерших не было удостойных возвратятся к нам как Псалмопевец говорит о молитве золотворных грешников и молитва моя возвращалась в недра мое Псалм молитвы ничего не не литвы погиб ибо никто не будет даром за них молиться церковь одинаково молится и о богатых и о бедных ибо она любящая мать тех и других за всякой церковной службы она обращается к Богу с молитвой о всех прежде почивших отцах и братьях зел лежащих и повсюду православных молитвы святого Иоанна Златоустова и святого Василия Великого возносится молитвы о вере почивших прадцах отцах патриарх пророках апостолах проповедниках евангелистах мучениках исповедниках возберниках и о всяком духе праведном вере скончавшимся за всех усопших вере в воскресение о надежде воскресения и живота вечного осени вселенских памятниц или всеночных совершаемых в субботу несовпустную в субботу перед праздником Пятидесятницы и в понедельник или во вторник в помяной неделе церковь молится за всех от века усопших православных христиан отцес и братья наших и за всех умерших от Адама даже доднесь но усопших в вере чисто послуживших Богу то есть умивших в православной вере если же священнослужители церкви получают плату за молитвы то получают законное вознаграждение за свой труд первое коринфянам 9 7 13 2 коринфянам 11 8 Лука 8 3 богачи вас вечные обители лука 16 9 о богачах не нужно больше молиться чем о бедных ибо от всякого кому дано много многого и потребуется и кому много верно того больше их зыщет сказал спаситель Лука 12 48 умершие богачи больше нуждаются в молитвах о них чем умершие бедняки еще и потому что богатые получают много таких наслаждений и благ здесь на земле которые бедные совершенно лишены бывают почему после смерти тех и других Божия справедливость больше вознаграждает сравнительно с богатыми бедных за их лишения на земле как Авраам говорит об этом богачу ты получил уже доброе в жизни твоей а Лазарь злое ну же он здесь утешается а ты страдаешь Лука 16 25 кроме того у богачей больше возможности впадать в соблазны и грехи больше забот о земном чем о небесном богатстве почему спаситель сказал о них трудно войти к богатому царствию небесное удобно ли богу войти в угольные уши нежели богатому войти в царствие божие Максея 19 23 Максея это одному из братьев моих меньших то сделали мне Максея 25 33 и все-таки молиться за умерших нам не позволяет наш разум ибо для нас непонятно каким образом наши молитвы могут оказывать действие на души находящиеся в далеком невидимом загробном мире здесь уместно спросить самих сектантов считают ли они действительными те свои молитвы которые они возносят богу о великой живущих своих братьях иногда в другой даже в части света например в Америке братьев которых они не видят а некоторых они совсем никогда не видели и не увидят если возможны молитвы ангелов и умерших о живых то возможны и молитвы живых об умерших а примеры молитвы ангелов и умерших о живых в священном писании нам ясно указывают так например умершие перед освящением коней пророк Ереме и молились за весь народ иудейский 2 Макоейска 15-12 святые ангелы молятся на небесах о живущих на земле людях Захария 1-12 Данила 10-11 для любви и молитвы нет следовательно преград ни во времени ни в расстоянии нужно при том заметить что наша молитва об умерших направляется к Богу для которого нет ничего невозможного Макея 19-26 если по молитвам живых спасаются умершие грешники тогда все усопшие которых молятся должны спастись сам Бог хочет чтобы все люди спаслись 1 Тимофей 24 ибо 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 так возлюбил Бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную Иоанна 3 об этом же и мы должны молиться хотя и не знаем кого он спасет наше дело молиться об умерших с верою а дело Божие миловать и спасать того кого он хочет по его же слову кого миловать помилую кого жалеть пожалею и так помилование зависит не от желающих и не от подвязающегося но от Бога милующего Римлян 9 15 и о живых когда мы молимся не знаем о ком из них Господь услышит нашу молитву и кого по ней помилует мы молимся о всех исполняя повеление Слова Божия молитесь друг за друга Яхов 5 16 молитесь о всех святых Ефесянам 6 18 о всех человеках 1 Тимофей 2 1 нужно следовательно молиться о всех умерших которые у Бога все жили Лука 20 38 а Бог сам знает кого ради молитв и милостыни помиловать и спасти для вечной жизни но чем могут помочь приношения за умерших в виде вынимаемых частиц из проспаха несравненно более того что помогали израильтянам 12 слепов полагавшихся в храме на чистом столе для Господа которые были великой святыни в память в жертву Господу за грехи 12 колен Израиля подожжима в геном грехи